Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! На Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем тему валютного рынка. Поговорим сегодня о всех валютах. Я так подумал, что нам зацикливаться на рубле, в конце концов. Сошелся свет клином, что ли, на нем, в конце концов. Но давайте поговорим о мексиканском ПЕСО сегодня. Потому что, да, потому что это тоже достаточно серьезная проблема. Каков курс ПЕСО и от чего, главное, он зависит. Вот что. Вот ведь в чем дело-то. Ну ладно, это была шутка, может быть, не очень удачная. Сегодня мы говорим, еще раз говорю, на тему валютного рынка. И в основном, конечно, будем вокруг рубля рассуждать. Потому что именно они, голубчики, рубли, то бишь, у нас с вами в кошельках. ПЕСО-то что там? Сегодня в студии. Сегодня в студии у меня в гостях Петр Кадыш, руководитель управления анализа долговых инструментов и деривативов и ФК Метрополь. Добрый вечер, Петр. Добрый вечер, добрый вечер. И вот, подошел, слава богу, Станислав Савинов, аналитик Урса Капитал. Добрый вечер, Станислав. Скажи микрофон это только. Добрый вечер. Хорошо. Ну все, все в сборе. Мы переживали, что Станислав задерживается, а вот он уже с нами. Ты тему знаешь, да? Мы сегодня валютный рынок обсуждаем. Приготовился, я надеюсь, да? Да. У него очень плохо микрофон ему. Я готов. Я его не слышу. Вот. Ну и небольшую паузу я еще вам предоставлю, уважаемые гости. Потому что традиционно мы в начале программы рисуем, что называется, картину маслом на 18.05 в Москве. Мы с вами такой широкий взгляд бросим сейчас на то, что творится на финансовых рынках в целом. Ну, американцы открылись, именно поэтому какая-то общая картина и рисуется. Итак, основные индикаторы американского фондового рынка в небольшом плюсе. Dow Jones прибавляет 0,1, S&P 500 и 0,2%. В общем, несколько оптимистично открылся американский рынок. Наши сегодня, правда, начинают, видимо, уже под конец дня фиксироваться. Вот, РТС уже меньше процента, хотя некоторое время назад чуть больше прибавлял. ММВБ еще скромнее, практически в нулях, я так понимаю, он закроется, если не перетянут на отрицательную территорию. Рынки сырьевые тоже сегодня так позитивно смотрят на мир. Нефть марки Brent выше 110, текущая котировка 111.48 за баррель. Золото после вчерашней коррекции, о ней мы говорили в эфире тоже, да, сегодня также уверенно прибавляет. Текущая котировка 1765 долларов за унцию. Инструменты валютного рынка сегодня вяло так вяло-вяло в диапазонах ходили, тем не менее, евро-доллар все же ниже 1.29, уверенно держится и пока расти не хочет. Все сегодня настроены на этот, я бы сказал, на это нейтральное, давайте так по-русски, у всех сегодня нейтральное настроение, ну и не то, чтобы нейтральное, а осторожное настроение. В силу того, что сегодня важные события ожидаются все еще до сих пор, да, или уже свершились, но мы о них пока не знаем по какой-то причине. И основной набор голубых фишек также торгуется в основном в плюсе. И хуже рынка сегодня единственно Сбербанк, я вот смотрю, минус процент у него, почти полтора процента теряет рост телеком, ну и практически в нулях лукойл торгует. Вот такова картина маслом, еще раз повторю, после вчерашнего существенного снижения, да, вчера рынки падали, можно так сказать, да, Стас? Да, конечно. Вот, сегодня они вот, ну если не растут, то по крайней мере отскакивают от чего-то, чего-то они там нащупали. После пяти дней снижения, а еще политехнические факторы. Технические факторы это называется? Ну да, просто на самом деле сейчас все ожидают новостей из Испании. Ну вот давайте, да, собственно, я приглашаю теперь, да, включиться в разговор моих гостей, значит, ну и вот Станислав уже об этом заговорил. Чего же сегодня такого интересного, что все в напряжении? Я бы не сказал, что все в напряжении. Ну ты-то, я смотрю, расслабленный, ты даже на эфир опоздал, ну а кроме тебя-то все остальные в напряжении. Я вот сегодня, ты не поверишь, просто весь какой-то не свой. Не знаю, чем условно ваше напряжение. Это связано с Испанией, прежде всего. Вы слишком близко к сердцу воспринимаете. Вот это правда, ты знаешь, я все блин. Я смотрю на рынок, вот смотрю на эти, на графики, туда-сюда, и просто вот не знаю, что с вами происходит. Нужно делать перерывы. Ну хорошо, давай. Я думаю, что на данный момент ничего примечательного на рынках не происходит, просто если посмотреть на основные индикаторы риска, 5 дней снижения наблюдалось, и после этого, конечно же, можно ожидать некой консолидации, либо какого-то технического отскока. И основное дальнейшее направление будет как раз обусловлено, скорее всего, новостями из Испании. Ну, они сегодня, по-моему, ожидались. Нет, нет. Сегодня по поводу бюджета должны были выступить. Завтра будет проект. Завтра будет проект, и завтра будут официально опубликованы результаты стресс-тестов испанских банков, хотя уже сегодня появились первопредварительные результаты, которые показали... Да, я могу их озвучить. У тебя инсайдерская информация, я надеюсь. Ну, нет, это испанская газета Alpais. А, ну это так... Ну, озвучь, тем не менее, все плохо. Да нет, ничего там трагического нет. Только у банки 26 миллиардов евро дефицит капитала. Всего лишь? Да, всего лишь. Ну, дело в том, что испанские власти запрашивали 100 миллиардов евро. Ну, и не запрашивали еще? То есть речь шла просто об этом. Ну да, ну, и с властью Евросоюза с этой цифрой согласились. Вот, потом цифра была сокращена до 60 миллиардов евро. Вот, и сейчас все равно, насколько я понимаю, власти Евросоюза наставят, чтобы все-таки испанские власти в свой фонд рекапитализации банской системы все-таки взяли обозначенную цифру. Вот, несмотря на то, что, если верить Эль Паис, вот банки, плюс еще несколько более мелких структур, их дефицит будет гораздо меньше, чем 60 миллиардов евро. Ну, а можно верить Эль Паис? Ну, я думаю, что при прочих равных следует к этому прислушиваться. Ну, в эфире, конечно, это прозвучит непатриотично, но знаете же, средства массовой информации, это такие все-таки неубедительные источники. Можно посмотреть, что писали греческие газеты, вполне так информация соответствует действительности. Китайские сливы тоже, они тоже при прочих равных похожи потом на публикуемую официальную статистику. Хорошо, хорошо. А теперь, если позволишь, мы вернемся чуть выше, Петр. Вот, Станислав, ну, я не знаю, согласен, не согласен, хотя это, собственно, уже постфактум, поэтому очевидно, действительно, мы видели снижение такое достаточно активное после оптимизма, да, которым нас заразил господин Бернанкин. Снижение такое в течение практически недели. Оно чем было, на чем было оно основано, как ты думаешь? Ну, я думаю, самое главное понимать, что рынок, он хаотичен, да, то есть можно найти 10 причин, почему мы должны снижаться и почему мы должны расти в каждый момент времени. Поэтому, о чем тут говорить, да, лучше смотреть на более долгосрочные тренды, они более стабильные. Смотрим на долгосрочный тренд, видим, что Бернанки смог развернуть рынок акций, да, он сейчас пытается развернуть рынок недвижимости, ну, так или иначе, рынок тех активов, которые торгуются, скажем так, на международной арене, они основные, это там S&P, рынки там, скажем, нефти, да, Бернанки смог их развернуть. Поэтому то, что происходит в течение недели, это шум. То, что происходит в течение месяца даже, это шум, да, надо смотреть больше на долгосрочный тренд. Здесь самое главное, это то, что будут делать центральные банки. Потому что, если они заливают денег в систему, активы растут. Если у нас дефляционное давление без поддержки центральных банков, активы падают. И не важно, о чем мы говорим, о, там, нефти, о стоимости недвижимости, о том же рубле, это примерно все будет двигаться в одном и том же направлении. Когда ты говоришь о том, что Бернанки развернул тренд, я правильно понимаю, что до этого он выглядел как нисходящий? Ну, я имею в виду, что после того, как у нас случился кризис, и S&P нащупал низы в начале 2009 года, с тех пор каждый раз, когда у нас происходит падение на S&P, такое значительное сопровождается, скажем так, ожиданиями инвесторов в отношении того, что будет больше дефляция, сразу выходит ФРС, делает программы количественного смягчения и разворачивает рынки. То есть достаточно такая стабильная вещь. То есть опять ты говоришь о развороте, в данном случае в моменте развороте. То есть мы видим какое-то движение вниз. Ну, я вообще говорю, что каждый раз, когда движение вниз... Поддерживает рынки. Их это падение прекращается, поэтому это и называют там пут бернанки или еще как-нибудь. Как еще раз? Пут бернанки. Ну, то есть, что если что-то будет плохое происходить, всегда придет бернанки и развернет рынки. Слушай, это любопытно, и из этого следует, да? Я так еще раз повторю, если я правильно понял, то ты смотришь в средней и долгосрочной перспективе, по крайней мере. Ну, все остальное шум, да? То есть каждый день пытаться найти... Очень много выходит, скажем так, статистической информации, просто потому, что индустрия так устроена, да? Но понять, что из этого важно, что из этого менее важно, достаточно тяжело. А мы не забываем, что рынки это психология. Поэтому сегодня одни и те же данные могут означать рост, завтра одни и те же данные могут означать падение. Эти же, да? Поэтому не надо увлекаться этим слишком сильно. Хорошо. Мы этим увлекаться не будем, но, тем не менее, вот как раз очень хорошо, что мы об этом заговорили. Ведь тема сегодня, что оказывает поддержку. Мы говорим о нашей валюте, что оказывает поддержку, да, активам сырьевым в том числе. Вот тогда об этом мы и будем говорить. Сейчас мы слушаем новости, а потом продолжим разговор. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем на Финам.ФМ программу «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня темой нашего разговора является валютный рынок, ну и в частности валюта под названием рубль. Сегодня в гостях Данислав Савинов, аналитик курса «Капитал» и Петр Кадыш, руководитель управления анализа долговых инструментов и деривативов и ФК «Метрополь». Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню, ну на всякий случай, все это прекрасно помнят, я уверен, но тем не менее, напомню, телефон в студию, по которому вы, уважаемые слушатели, можете позвонить и задать свой вопрос. Тем более, как показывает практика, когда мы возвращаемся к теме валютного рынка. Эта тема всем очень интересна, важна и насущна, что важно. Итак, телефон в студию 651099.6, также вы можете свой вопрос задать, написав его на сайте finam.fm в разделе «Комментарии». Я его увижу, прочту, и вы получите на него квалифицированное. Ну что ж, возвращаемся к теме нашего разговора. Значит, давайте поговорим о валютном рынке, о том, что происходит сейчас, в моменте, ну, я так понимаю, о моменте, да, интереснее. Говорить Станиславу, а Петр, значит, уже с более глобальной точки зрения. Так вот, дифференцированно мы сегодня с вами будем разговаривать. Итак, Стас, что ты видишь на валютном рынке, ну, я не знаю, что тебе интереснее, ну, или там, что тебе ближе евро-доллар в свете последних событий в Европе, например? Можно с рубля начать. Рубля? Да, мы закончим лучше. Хорошо. Ну, по евро-доллару, так же, как и по всем другим рисковым активам, наблюдается коррекционное движение, вызванное как раз опасениями того, что европейские лидеры все-таки не придут к согласию по целому ряду вопросов. Это как раз вот включая, да, Испанию, о чем ты говорил, Грецию, Грецию, включая Банский союз, включая там те же самые еврооблигации, включая там фунты ЕСМ, да, там список обширный. Целая куча. Да, то, как это будет выглядеть, тем более, что еще вот такой интересный момент, мне очень стало любопытно, чем же закончится противостояние ЕЦБ и Бундесбанка в отношении объема выкупаемых облигаций, проблемных стран. Бундесбанк хотел бы как-то изначально договориться о правилах игры и, возможно, что этот вопрос будет решать уже Европейский суд, вот, и это отложит как раз реализацию. Я правильно понимаю, речь идет вот от этой суммы, Конституционный суд Германии, который принял, да, там 190 миллиардов? Нет, 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 речь идет о объеме покупок ЕЦБ, облигаций на первичном рынке. Это то, что объявлял господин Драги и сказал, что, в принципе, мы готовы, но, правда, у нас... Суммы нет, мы не назовем суммы, и времени мы тоже не обозначим. Тяжело брать на себя обязательства. Удобная позиция такая, конечно. Господин Вайдман, председатель Бундесбанка, он сказал, что... У нас не забалуешь, назови сумму, правильно, и временно. Мы боремся с инфляцией, поэтому нам очень важно, сколько вы будете покупать, и, соответственно, все вот, весь комплекс проблем, он может привести к тому, что в совокупности все озвученное ранее на всех этих саммитах, оно... Вычеркивает. Ну, может быть, и не будет реализовано в конечном итоге. Забавно. Да. И, опять же, самое главное, ближайшие события, это Испания, которые... Ну, то есть, завтра мы, да? Как раз, конец недели, конец месяца, завтра. Я напоминаю, конец квартала, завтра. И плюс еще вот такая вот бомбочка у нас там, да? Да, там стресс-тесты, там бюджетный проект бюджета, потом там пересмотр рейтинга Испании Мудис, вот, и Греция. Они понизят, как ты думаешь, Испанию? Ну, там и так уже уровень такой, который... Ну, до мусорного уже там остался, по-моему, не инвестиционный там следующий. Иган Джонс, есть такой рейтинговый агент, который уже даже ниже держит. Ну, Мудис, видимо. Вернее, до мусора мы уже опустили, а тройка, по-моему, там еще оставляет. Есть у них. Исотный рейтинг, да. И Грецию можно вспомнить. Но, в целом, с учетом того, что ФРС обозначил, что программа Твист еще будет до декабря продолжаться, с учетом того, что будет еще Куи-3, вот, я в целом пока не ожидаю того, что в евро-валюте по отношению к доллару будет какое-то существенное давление. Вот. Не ожидаешь? Не ожидаю, потому что свежих долларов будет вполне достаточно, да. А нет парадокса, подожди. Ты говоришь только что о том, что мы ожидаем плохие новости из еврозоны, которые, конечно, в итоге должны привести к падению евро. Ну, сценарий резких и серьезных продаж, он в евро-валюте, он будет реализован только в том случае, если валютный блок, по нему пойдет трещина. Если Греция, Испания, они окажутся не в состоянии. Нет, трещина по нему пошла уже. А, ну, хорошо, пошла. Пуски начнут отваливаться, пуски уже, да. Отваливаться, да. Более четкая, точная метафора, в этом случае так и да. А так, в противном случае, я думаю, что какие-то вот равновесные уровни, которые наблюдаются вот в этом году, они так или иначе будут сохраняться. То есть ниже 1.20 не уйдем? Ну, скорее всего, да. С учетом того, что ФРС явно намерена делать все, что угодно. И некоторые представители ФРС обозначили такие довольно-таки серьезные уровни безработицы, которые, при достижении которых они будут готовы приостановить этот неограниченный выкуп активов. Это про Полсона ты говоришь, да, вчера? Нет, 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 нет. Речь про Уильямса, там, и ряда других представителей Эванса. Вот, все это говорит о том, что количество долларов, эмиссия новых долларов будет достаточно большой. Вот, и в целом, несмотря на проблемы европейские, если они не будут приводить там к чему-то фатальному, при прочих равных будет... Не все так плохо. Да, будет нечто там наблюдаться похоже, что мы видим на протяжении всего этого года. Петр, ну, давай со стороны птичьего полета теперь посмотрим. Ну, начиная с того, вот, да, Стас начал, да, вот, свое выступление, обозначив, что все, что происходит сейчас, это некая коррекция, да, в рамках, вот, и так далее. Ну, волны роста вызваны. Да, волны роста, коррекция от волны роста. А если говорить глобальной тенденции, что происходит? Не, ну, я бы, наверное, больше, как бы, склонялся смотреть, опять же, в рамках, больше, так, философии на это, на это все происходящее, потому что... Настроен сегодня пофилософствовать. Ну, рынок такой, да, то есть, на самом деле, да, просто многие об этом забывают. К сожалению, история показывает нам о том, что Центральный банк не может регулировать валюту, да, то есть ему очень тяжело это делать. От этого отказали еще в конце 80-х годов. Ставка более эффективна, чтобы направлять куда-то свою валюту. Ставка рефинансирования. Ставка рефинансирования, ну, основная Центральная банковская ставка, да. Мы соревнуемся в том, кто больше напечатает денег, да, поэтому напечатает больше Америка, ну, значит, за ней будет печатать больше Европа, да. Поэтому равновесный уровень... Извини, пожалуйста, мне вот очень важно. Напечатает больше Америка, значит, доллар будет падать, правильно? Значит, доллар будет дешевле, теоретически, да, ну, то есть, теоретически. Напечатает, начнет печатать больше Европа, значит, теоретически Евро будет дешевле. И здесь, как бы, в результате выигрывают только на цена золота, да, то есть, мы вот могли это видеть. Я очень тебе благодарен, потому что это мой любимый актив, вот, Стас, не даст соврать, и вчерашний, вот, я озвучивал коррекцию, надо срочно покупать его. Вчера был, да, замечательный уровень, да, 1740, там, ну, 45 давали. И сегодня уже 1765, вот, пожалуйста. Ну, это внутри дня, это глобально. Ну, да, 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 ну, то есть, в принципе, если там посмотреть на золото, да, отличный индикатор. У нас количество долларов в системе, именно в узком понимании, то есть, не кредиты, и кредиты на кредиты, да, которые потом могут все, можно расплатиться, и останется капитал, да, это некая базовая величина. Так вот, она по отношению к золоту достаточно стабильно идет, уже лет, там, 30, после того, как отказались от привязки доллара к золоту, собственно. Да, 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 в начале 70-х. Но самое интересное, что в последнее время цена золота, она росла быстрее, чем они успевали печатать деньги, что говорит о том, что, скорее всего, рынок продолжает верить в QE, там, два, ну, в данном случае, там, три, четыре, пять, шесть. Ну, там, мое личное мнение, я считаю, что золото находится в пузыре, если это интересно. Это очень интересно. Я бы сканялся к тому, что оно будет меньше тысячи когда-нибудь стоит, да. То есть, вот, скажите человеку, у кого-нибудь цифру, он будет смеяться вам в лицо, да, что это абсурд. Но очень часто так потом и случается. Ты имеешь в виду какую цифру, чтобы он засмеялся? Тысяча? Ну, вот я скажу вам, что золото будет 750 долларов стоить через три года. Я не буду смеяться. Я тебе более смешную цифру скажу. Я слышал от одного уважаемого мною, по крайней мере, коллеги, он говорил о 500 долларов за унцию. И здесь, смотрите, все-таки, да, Петь, я надеюсь, что ты на меня не рассердишься. Я во многом соглашусь и с твоими, естественно, да, и со Стаса, и даже вот с товарищем, с которым я согласен. Здесь главная проблема ведь не в том, да, что оно будет это стоить. А главный вопрос, а когда оно будет это стоить? Мы можем и не дожить, ну, в хорошем смысле этого слова. Это напоминает NASDAQ, когда лопнул, очень многие люди предсказывали, что он находится в пузыре, он лопнет, их уволили. NASDAQ вырос еще на 30%, и они были правы без работы потом, да, поэтому... Я тебе даже известно, но это не анекдот, это на уровне были, была такая история. Я знал этого товарища, который вот на протяжении четырех лет, с четвертого по восьмой год, предсказал, ну, говорил о кризисе. Но это не Рубини, да, уважаемый, это вот нашего уровня там года. И он работал, причем там, мы с ним были коллеги в то время, он работал, да, вместе мы работали. И он говорит, вот так, вот так, рынок растет, прет просто, ну, помните, с четвертого года. А он говорит, нет, ребята, нет, нет, ребята. Его уже вот стали, не слышно сейчас микрофон, я постучал по столу, стали просто его идиотом там за глаза говорить. А потом что случилось? В восьмом году все рухнуло, и он стал гуру, он гуру, он до сих пор, ну, он так думает, по крайней мере, он гуру. Ну, это так и есть. То есть, определить, там, рынок находится перекуплен или перепродан, это одно дело, да. Второй момент, как бы, понять, когда это случится. Ну, здесь уже, наверное, больше люди, которые занимаются техническим анализом. О, я сразу вспомнил, да, у нас есть индикаторы, там, основной набор осцилляторов, у них есть зона перекуплен или перепроданная. И вот, значит, он вошел в эту зону, и все кричат, все, сейчас разворот, сейчас разворот. Он там может, ну, условно говоря, годами находиться. Конечно. Пока он оттуда не выйдет. Рынок-то все равно. Вот. Если уж он настроен расти, он будет расти. Ну, я тебе благодарю, очень интересно мы философствовать. И, тем не менее, можешь вот конкретно, сейчас времени не так много осталось, все-таки ты как смотришь на рынок в стоке тенденции? Ну, конкретно я всегда пытаюсь найти сантимент, да. То есть, я видел, что когда евродоллар приближался, там, к 1.20 совсем недавно, то, в принципе, достаточно были все настроены пессимистично. Там оценки многих западных банков уже начали передвигаться в район 1.15 и так далее. И к паритету. Ну, к паритету, самые отчаянные, да, говорили. И вот мы развернулись. У меня таких отчаянных вот сидело здесь тоже достаточно, как я хочу сказать. И вот мы развернулись, да. И сейчас у нас, как бы, постепенный тренд вверх, да. Ну, наверное, как бы, отчаянных стало меньше, да. Но трудно, трудно, как бы, сказать. То есть, однозначного какого-то там движения сейчас, ну, мне кажется, тяжело предугадать. Потому что обычно консенсус, когда он находит какие-то там 10 тысяч причин, почему мы должны быть 1.15, отличный индикатор, чтобы понять, что это не случится. Сейчас, как бы, стало полегче, да. То есть, пришел ЕЦБ на помощь, там, договорятся они, вопрос просто, там, как, о чем, но мы уже видим, да. То есть, аргументов за 1.15 меньше стало просто. Их стало меньше, да. А, значит, вероятность того, что мы идем на 1.15 увеличилась, да, если так совсем просто говорить. Совершенно верно. Ну, очень рынок будет восприимчив к тому, что будет происходить на новостном фоне в Европе и в Америке. И, а это уже такие политические решения, которые трансформируются уже в психологию рынка. И здесь, вот, скажем так, если обобщить все, что я сказал, перекосов от сентименте сейчас, наверное, нет. Но рынок, конечно, как всегда, будет очень чувствительным к любым новостям, которых будет достаточно много. Поэтому волатильность, наверное, сохранится, да. Куда, в какую сторону, это уже, как бы, вопрос, наверное, куда-нибудь другое место. Ну, да, вопрос туда, показал я на потолок. Спасибо огромное. Мы вновь сейчас с удовольствием послушаем новости в исполнении Насти Юрьева, а потом продолжим наш философский разговор. Итак, дорогие слушатели, еще раз добрый вечер. Добрый вечер на Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Мы продолжаем наш разговор о валютном рынке. О валютных рынках. Ну, собственно, он один всеобъемлющий. Сегодня в студии гости программы Станислав Савинов, аналитик курса «Капитал» и Петр Кадыш, руководитель управления анализа долговых инструментов и деривативов и ФК «Метрополь». Для слушателей, я еще раз напомню, телефон в студию 6510-99, 6, код Москвы 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте вопросы. Наверняка эта тема многим интересна, потому что сейчас мы плавно будем двигаться в сторону отечественной валюты, потому что, ну, логично поговорить, да, каковы ее перспективы. Кратко, средняя и, Петр, долгосрочный в философском смысле. В философском смысле. Ну, подытоживая несколько наш предыдущий разговор, мы говорили о том, что действительно, наверное, в нынешней ситуации сложно определить некий глобальный тренд. Все-таки все вокруг, какое-то время назад, да, Стас, помнишь, в СМИ это называлось валютными войнами. Слово «война» в данном случае несколько более, более пацифичный какой-то мы возьмем, наверное, с вами эпитет. Да, синоним, действительно, каждый банк, да, центральный банк каждого государства практически стоит на позиции, ну, защиты, прежде всего, собственного производителя путем девальвации национальной валюты. Как только может он это делает, вот, в частности, программы количественных чем, в какой-то степени, да, вот эту позицию отражают. Хорошо. Значит, я напомню еще раз, значит, под тема нашей сегодняшней программы звучит так, что оказывает поддержку рублю. Ну, давайте так, я немножко перефразирую, что, в принципе, может оказывать, да, какое-то влияние на курс той или иной валюты. Вот сейчас мы говорили о пока что неотечественной валюте, поддержку или влияние, да, на курс может оказывать краткосрочно. Макроэкономическая статистика, да, какие-то события из того или иного региона, соответственно, ожидания рынка, да, в плане каких-то событий предстоящих. Ну, и сейчас в глобальном смысле, ну, я бы сказал, первоочередное, что ли, да, влияние на курс валюты оказывают программы количественных смягчений. Потому что, по большому счету, все ведущие центральные банки в эту гонку включились, да. ЕЦБ был первым, я так понимаю, да, если считать вот последние события. Потом Федрезерв подключился, потом Бант Англии, потом Банк Японии, потом Китайск, ну, или, может быть, не потом, последовательность, может быть, несколько иная, но очевидно, что все сейчас в этой связке. Помимо этого, давайте продолжим. Помимо этого, что может оказывать влияние на стоимость той или иной валюты? Сейчас говорим уже, ну, ближе к рублю, потому что рубль, как известно, валюта сырьевая, это подсказка. Ну, да, так и есть. Если мы как раз вернемся к действиям мировых центральных банков, то нужно понять, что сейчас идет глобальная девальвация бумажных валют, и так или иначе все мировые инвесторы пытаются захиджировать инфляцию, покупая контракты на золото и на нефть в том числе. И, соответственно, мы, благодаря столь стабильным высоким ценам на нефть, можем рапортовать о том, что у нас дефицит бюджета, несмотря на предвыборные обещания высокие расходы, дефицит бюджета у нас практически к нулю будет сведен, ну, и, соответственно, рубль, благодаря этому, также сохраняет устойчивость, вот, и имеет потенциал для укрепления, если и дальше мировые центральные банки будут продолжать начатое. Ну, они будут, судя по всему? Ну, судя по всему, да, потому что... Ну, как минимум, они настроены, да, что-то может произойти вот из разряда того, о чем ты говорил. Что скажет им, не, ребят, все, давайте прекращать. А, или, может быть, я так предположу, по крайней мере, разговор об этом был. Ведь что говорит Бернанке, да, пока будет плохо, ну, тоже так он завуалированно, мы будем печатать деньги. Значит, мы, как бы, можем задним умом представить, что когда будет хорошо, они перестанут это делать. Некоторые представители ФРС уже предприняли попытки обозначить те планки некоторых макроэкономических индикаторов, которые приведут к отказу от внешней политики. Вот кто о безработице говорил, да? Да, там Кочарлакота говорил, там... Какую цифру называл? Там по безработице кто-то 7% называл, кто-то 5,5%. Мне очень трудно вериться, что с нынешнего уровня до 5,5%. Да, там еще развернулась дискуссия о том, что безработица в Соединенных Штатах носят все-таки циклический характер, а не структурный, тоже во что-то поверить сложно. Это все, мне кажется, прикрытие для того, чтобы финансировать дефицит госбюджета. Вот сейчас с этим фискальным обрывом они просто подстраховались, и с учетом того, что они не обозначили конечную точку, когда будет программа завершена, они просто помогают правительству оставаться на плаву. И, соответственно, второй показатель, который был обозначен, это уровень инфляции. Причем некоторые, наиболее обладающие глубиной позицией, обозначили этот уровень инфляции 3%. Притом текущей инфляции, да? Текущая инфляция там около 2%. Станислав, извини, пожалуйста, я тебя прерву буквально ненамного, потому что у нас есть звонок в студию, наш слушатель Евгений хочет задать вопрос. Евгений, добрый вечер, говорите. Добрый вечер, а я вот хотел поинтересоваться, как вы относитесь не к таким нервным валютам, как евро и доллар, которые постоянно будоражат, проезжая курсы и новости, все только о них. А вот если как обычному гражданину свои сбережения, там, не знаю, миллион-два, вложить в скандинавские или в японскую даже валюту, или в скандинавский фунт или в датскую крону, вот такие. Они вроде как-то и спокойного относительно них, вроде они и не прыгают так, и не скачут, и, может быть, и потенциал какой-то есть. И также вот про иену, может быть, тоже скажете пару слов. Да, сейчас мы обязательно скажем, Женя, единственное, еще один к вам вопрос. У вас задача какая, вот это мероприятие? Вы хотите сохранить свой капитал, или вы все-таки как-то агрессивно смотрите на то, чтобы заработать еще на этом вложении? Скорее не потерять и, может быть, оправдать российскую инфляцию. Ну, то есть там какие-нибудь 7%, да, если годовых, 10, то 10 хорошо, но так хотя бы, я думаю, 5-7. Ну, то есть вы решаете задачу сохранения капитала, Петр? Тоже вопрос к вам, да? Да, сохранение, и чтобы он не уменьшался из этих инфляций. Вот отвечаешь. Я понял, спасибо, Женя, вам за вопрос. Сейчас мы, собственно, послушаем. Ну, здесь такой момент. Валюты, которые были обозначены, ну, там вот, скажем, возьмем... Светскую крону, по-моему, да? Светскую крону, да. Экономика такая, скажем, ну, закрытая, экономика достаточно эффективная, хорошо справилась с кризисом, но я просто хотел сказать о том, что в мире существуют две валюты, доллар и все остальное. Если доллар будет расти, все будет падать, но, может, иногда иена будет расти еще быстрее, чем доллар. Потому что они в определенный момент, они идут в связке, да? Это момент бегства от риска. Это уже другой вопрос. Но вопрос, какая задача, да? То есть задача, как бы, заработать процентную ставку, то там вот иена ничего не даст заработать, да? Но, тем не менее, там ставка, да, близка к нулю. Долгосрочный тренд. И получается, что вы, покупая доллар, по сути, защищаете себя от рисков глобальных. Потому что, если все будет плохо, он будет расти, а все остальное будет падать. Что-то меньше, что-то больше. Если вы на другой стороне, как бы, этой игры, да, соответственно, вы берете риск с плечом. Потому что, помимо того, что вы из России, да, вы еще берете некую бету вот этих валют. Конечно, там бета, там, ну, любой страны, которую вы назвали, да, она будет меньше, чем рубля. Но это не меняет, как бы, философские вопросы, да? То есть это будет все равно пройдиться против доллара. Поэтому, если все будет плохо, то, соответственно, вы будете терять. Но я вот так к этому относился. Я понял. Спасибо. Сас, твой ответ. Ну, среди представленных валют есть много интересных. Но следует отметить, что они на протяжении уже посткризисных лет довольно неплохо укреплялись. Вот, и когда этот процесс будет завершен, неизвестно, может быть, уже и завтра. И, соответственно, если вы рассматриваете какой-то длительный горизонт, то в этом случае... Ну, если речь об инвестициях, я думаю, что длительный, конечно, горизонт. Да, в этом случае. Не на неделю, понятно. Мне кажется, все-таки лучшая альтернатива – это золото на текущий момент. Вот, потому что при прочих равных, те экономики тех стран, которые не позволяют себе такие чудеса с печатным станком, они просто будут рапортовать в конечном итоге о замедлении экономики, потому что... Ну, у них вывода нет. Да, у них конкурентоспособность будет падать, соответственно, уже не столь интересно будет инвестиции в эти страны. Извини, пожалуйста. Причем я вот подчеркну, Петр абсолютно прав. Это, собственно, глобальная идея валютного рынка. Есть доллары, есть все остальные. Не случайно, если мы говорим о профессиональном трейдинге, да, ведь что... Как выглядит инструмент рынка Форекс, да, валютного рынка? Это валютная пара. То есть мы всегда торгуем одну валюту против другой. А учитывая то, что любая валютная пара, да, на рынке Форекс привязана к доллару, ну, с точки зрения, там, котировок, типа котировок обратная, да, доллар – это деньги, прямая доллар – это товар, или даже кросс-курс, который все равно пересчитывается через доллар. Да, все, наверное. Это хороший, да. Во-во-во, поэтому все равно, да, вот эти глобальные идеи рынка Форекс – это именно доллар, да, он слабеет, или он, да, он слабеет, мы его продаем против всего там, чтобы... Либо, извиняйте, опять-таки. Не-не, я просто хочу сказать, что и среди кроссов бывает там интересное движение. Вот если мы посмотрим на евро-доллар, там мы тренды никакого четкого не увидим, в то время как мы можем посмотреть на какие-то кросс-курсы, и, соответственно, там сможем... Ну, в частности, евро-иена, вот, хорошо, по крайней мере, она... Да, 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 я как раз хотел. Или, опять-таки, да, опять вот в подтверждение твоих слов, евро-иена интереснее, чем евро-доллар, евро-франк никакой. Почему? Потому что там банк Швейцарии стоит, да, с ружом, и, значит, всех спекулянтов отпугивает. И делает это, кстати, уже год, больше года, 7 сентября прошлого года, естественно, как у любого валютного спекулянта, эта дата теперь со мной идет с передачи-передачи, куда уйдет я просто в могилу как-то печально, на небеса она со мной. Ну, то есть она у меня подсознание. 7 сентября прошлого года, да, интервенция банка Швейцарии, когда в 15 минут тысяча пунктов там выстрелила, да, пара, и теперь все 1.20, там просто вот железобетон ниже не пущает. Вот так. Хорошо. В общем, спасибо коллеге. Ответили мы, я надеюсь, на вопрос Евгения, каким образом ему свою инвестиционную задачу решить. Давайте продолжим. Немного осталось времени для, в смысле, вот в этой нашей следующей части, и теперь конкретно о рубле поговорим. Поговорим о рубле, и давайте еще раз просто обозначим, да, основные факторы, которые на него влияют, оказывают ему поддержку или, наоборот, давят его с точки зрения ослабления. Станислав. Цены на нефть и притоки, оттоки капитала. И притоки, оттоки капитала. То есть исходя из этого, да, мы видим сейчас благоприятные ситуации на сырьевых площадках. Ну, исходя из этого и с учетом того, что я жду некоторое ослабление аппетитов к риску, я думаю, что рубль при прочих равных останется в коридоре вот 30-32 с половиной. Ну, то есть сейчас он где-то в середине этого коридора. Тогда извини, вот, ну, нам знакомая все-таки тема, может, не всем знакомая среди наших слушателей, что такое аппетиты к риску, на чем они базируются, вообще как это выглядит, что такое аппетит к риску? Ну, это психологическое явление, это готовность людей рисковать, то есть сокращать... Людей инвесторов, в смысле? Инвесторов, да, которые готовы сокращать долю безопасных активов в своих портфелях и увеличивать долю рисковых. И вот как коррелируется, собственно, курс рубля? Ну, к доллару мы говорим, не будем мы, да, евро-рубль, потому что это... Через товарные рынки цен на нефть, нефть такой же рисковый инструмент, как и многие другие, и, соответственно, как только у инвесторов страхи исчезают, они готовы там сокращать доли в тех же самых US Treasuries и, соответственно, покупать все остальное, что не относится к определению безопасных, и, соответственно, рубль на этом фоне начинает укреплять свою позицию. То есть именно потому, что инвестор готов рисковать, он готов покупать? Активы сейчас сырье. Если мы говорим напрямую, то просто инвестор готов идти в том числе и в рублевые активы, он берет и продает тот же самый доллар, покупает рубль, покупает рублевые облигации, рублевые акции. То есть вот это вот прямая связь, да, с так называемым настроением, аппетитом, да, интересом к риску. Помимо этого обозначили мы, да, жесткая связь курса рубля к доллару с сырьевыми рынками и еще, о чем ты сказал, еще о... В притоке капитала. В притоке, да, в притоке капитала. В притоке капитала, да, да, да. Вот об этом тоже стоит, наверное, чуть поподробнее поговорить, но, к сожалению, времени уже сейчас на это не останется. Значит, тогда я проанонсирую просто следующую нашу часть программы, и мы будем подводить итоги. Мы говорим о рубле, о том, что в конечном итоге на него оказывает непосредственное влияние, ну и какие-то прогнозы, тем не менее, уважаемые коллеги, придется дать. А сейчас мы слушаем новости, потом продолжим. Ну что ж, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер. Мы продолжаем, а точнее, заканчиваем практически уже программу «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодняшняя тема, которую мы обсуждаем, это тема валютного рынка. В частности, сейчас мы будем говорить непосредственно о национальной валюте, что влияет на ее курс по отношению к доллару США прежде всего. Ну и, соответственно, я попрошу дать некие рекомендации моим уважаемым гостям. И напомню, сегодня в гостях Станислав Савинов, аналитик Урсакапитал, и Петр Кадыш, руководитель управления анализа долговых инструментов и деривативов ИФК Метрополь. Так, ну, телефон на всякий случай, конечно, я напомню, хотя все это вы знаете. 651099,6, код Москвы 495, сайт финам.ФМ. В общем, у вас еще есть время, чтобы обозначить свои интересы. Продолжим разговор и закончили мы на том, что обсуждали, что же непосредственно оказывает влияние на курс рубля. Вот очень интересная ситуация с притоком оттока капитала. Откуда он-то? На чем он-то основан? Да, ну, я хотел бы сначала, наверное, обозначить, что самое важное, Россия вообще сам по себе очень простая экономическая модель, абсолютно элементарная. Капитал приходит к нам через, там, текущий баланс, то есть мы продаем нефть, получаем деньги. Потом эти деньги разным способом рассеиваются по экономике сверху вниз, и очень большая доля из них выходит обратно за границу, да. Она в каком виде только, извини, пожалуйста? Ну, в виде офшора. Она выходит работать туда или отлеживаться туда? Нет, она выходит туда отлеживаться, да, то есть вот это реалия, и это самая большая проблема. То есть когда люди говорят о том, что в России нужны реформы, самая главная реформа, которая нужна в России, это сделать так, чтобы капитал не убегал. Если это будет достигнуто, тогда, с одной стороны, монетарная политика должна будет совершенно поменяться, да, потому что в этом случае давление на рубль повышательное будет гораздо больше, и центральный банк уже будет обочин там другими проблемами. Как сейчас банк Японии, например, да, его? Ну, там, возможно, какая-то параллель можно произвести, поэтому, но если все это накладывать на момент текущий, то видится здесь достаточно серьезная проблема мне, связанная с тем, что мандат центрального банка в России, он очень, скажем так, сильно перегнут в сторону какой-то там инфляции, да, которую, честно говоря, я не совсем понимаю, откуда она берется. И это очень сильно душит экономический рост, да, то есть тот факт, что они поднимают ставки, пытаясь избежать роста каких-то пузырей на различных рынках, различных активов локальных. Надо сказать, что они сделали буквально вот в прошлом месяце, да? Конечно. Или даже в этом, в сентябре, они подняли 8-25. То есть, да, мы поднимая ставку, конечно, не как бы приведем экономику к тому, что здесь будут какие-то пузыри в недвижимости, ну, мы охладим это, да. С другой стороны, мы душим нашу экономику. Если бы мы, как бы там, посмотрели на чисто такую макроэкономистскую теорию, то другая сторона медали поднятия ставки локальной, это более привлекательная инвестиция для, скажем так, западных игроков, да. Более высокая ставка, больше керри, так называемая, давайте фондироваться в Америке и покупать рубли. Но в России этого не происходит, по крайней мере нету, ну, вот мы не наблюдаем, да, таких потоков. Извини, пожалуйста, я перебью, но керри все-таки мы иногда наблюдаем, но это исключительно спекулятивные керри. Не, ну керри это и есть спекулятивная вещь, да, но она может быть очень сильная, да, в России она... То есть, по объему сильные ты имеешь? Конечно, да, то есть, деньги-то глобальные, они большие, а любая закрытая, ну, там, даже открытая экономика, развивающаяся рынок, она маленькая для этих денег. Поэтому теоретически они могли прийти и смести все. Но это, во-первых, неправильные деньги, да, то есть, хотелось бы в Россию деньги видеть более долгосрочные, компании, которых нету, я хочу обратить внимание, да, то есть, в основном у нас приходят там кредиты через банки для каких-то операций и так далее. И все это складывается к тому, что... Я уточню, их нету, ну, в смысле, они есть где-то, просто они сюда не идут. Да, они идут в Азию, ну, там, мы сравним с Азией, большие деньги долгосрочные, чтобы развивать какой-то бизнес, идут в Азию. В Россию они не идут, то есть, в Россию идут более спекулятивные деньги. Но даже и они не всегда идут, да, потому что, ну, там есть набор причин, сейчас, когда у нас будет там евроклир на облигациях, возможно, этих денег будет больше. Будет полегче, но опять вопрос, куда эти деньги в экономике уходят? Если они уходят на потребление, если они уходят в риск и в различные активы, которые сегодня вырастают в цене, а завтра падают, когда было с Южной Европой, да, то такие деньги, спасибо, нам не нужны. Вот, чтобы направить эти деньги в правильное русло, да, для этого нужна уже, как бы, такой более стратегический подход со стороны государства. И здесь этих вещей, которые нужно изменять, отчасти мы всех о них знаем, их очень много, да, поэтому в России это проблема. Высокая ставка мочит экономику, не приводит к тому, что правильные деньги в экономику приходят. А рубль, по сути, это и есть Россия. Риск России это рубль. Рубль ничем не отличается от облигации России, да, это просто, ну, те же деньги, просто меньше доходность на них, да. Поэтому, вот, это, это, как бы, достаточно негативная тенденция, которая в настоящий момент наблюдается. Ну, и вот, собственно, абсолютно, нет, очень интересный рассказ, но и тем не менее, вывод-то какой, да, вот, если исходить из этих рассуждений, это тенденция. Вывод такой, что рынок глобальный все больше и больше наказывает Россию за то, что она не делает реформ. И мы это можем видеть через рубль. Сегодня нам для того, чтобы рубль был 32, нужна нефть на 100 долларов, а завтра нам уже потребуется 160. Какая разница, да, сколько стоит нефть, как вот нигде-то я читал недавно. Ну, вот стоит она 100, да, мы, собственно, заработали там на ней 20, да, и 20 этот капитал покинул Россию. Будет она стоить 160, ну, значит, 80 долларов из России выведут, да, то есть вопрос, что остается. То есть нам те же 20 останутся, да, выведут. Да, те же, да, выведут, а все остальное дельто тут и выведут. Вот, и вот я считаю, что это самая главная проблема, с которой нужно бороться не только от Центрального банку, а, собственно, как и фискальным, так и монетарным властям, да. Ну, и в связи с этим все-таки, да, рубль-то он... Рубль, он, с одной стороны, конечно, подвержен глобальным тенденциям, то есть нефть будет стоить в два раза дороже, никуда мы от этого не денемся, денег будет больше, риск России снизится, капитал, как бы, отчасти затечет, рубль подорожает. Но я хочу сказать, что с каждым, скажем, годом вот эта, скажем, чувствительность рубля к позитивным тенденциям, она слабевает, а к негативным, наверное, больше увеличивается. И вот, наверное, единственное, что я могу сказать в отношении рубля. Я понял. Спасибо, спасибо, Ген. Стас, давай, как ты видишь ситуацию с рублем? Ну, если не сложно тебе, ты мне какие-то уже среднесрочные, может, краткосрочные, я уж... Я могу озвучить то, что уже сказал. Давай. 32,5 по отношению к доллару, целый ряд причин, цена на нефть, скорее всего, будет устойчивой, потому что в этом заинтересованные страны, потребляющие нефть, ну, они хотели бы, конечно, и ниже, но с учетом, проводим монетарной политики, ведущими центральными банками, в это трудно поверить. Опять же, высокие цены на нефть, высокие профициты текущего счета будут нивелироваться оттоком капитала, вот, потому что в России очень плохой инвестиционный климат, действительно, все деньги, которые сюда приходят, они потом... Здесь перспектив практически, ну, как минимум, там, в краткосрочности никаких вы не видите, да, улучшение перспектив инвестиционного климата и, соответственно... Были определенные надежды, но они не оправдываются. А что за надежды? В отношении чего? Ну, то, что какие-то будут проведены реформы... Нет, ну, одежда на чем основаны, да? Были некие мероприятия, которые были посвящены, да? Заседания, собрания... Не, ну, просто анонсировалось то, что в России нужно повышать инвестиционный климат. Мы слышали слова опять громкие, да? Слова услышали, да. Какие-то планы даже я, по-моему, где-то видел, там, первый шаг, второй шаг, третий шаг. Ну, как-то... Шагают на месте. Динамики особо серьезно не наблюдаются в этом вопросе. А некоторые проблемы, которые в нашей экономике присутствуют, они только усугубляются. Вот. Ну, определенную поддержку еще может оказать Евроклир Клирстрим, допуск иностранных депозитариев, вот, до странных игроков сюда, которые могут как раз быть заинтересованы при вот этой лавине новых долларов, евро, там, евро... Куда-нибудь их... Да. Найти какое-то пристанище, если, опять же, все будет более-менее спокойно, они могут сюда прийти, эти валюты, вот, и, соответственно, оказать поддержку рублю. Вот. Но при прочих равных, как Петр правильно отметил, я думаю, что долгосрочных денег пока сюда идти не будет. Поэтому при новом ухудшении ситуации на внешних рынках, также эти деньги легко отсюда могут уйти, поэтому рубль будет подвержен колебаниям, и какого-то резкого кардинального изменения, вот, сложившейся ситуации, я не видя до конца года. Ну, в таком случае, исходя из твоих слов, значит, можно предположить, что если конъюнктура, ну, каким-то образом, видимо, она вот, в краткосрочном периоде может улучшиться, да, то мы увидим, то мы увидим укрепление рубля, причем это укрепление не более, чем ты назвал, да, не более 30. Да, мне кажется, что ниже 30 не будет. Ну, и, соответственно, если будет совсем все плохо, то, мне кажется, что как раз с легкостью 32,5 рубля может пройти. Нет, нет, 32,5, это действительно, там и недалеко, и, в принципе, вот, даже я сейчас на графике посматриваю, там. Там 34. Да, вполне, а вот у нас есть 34, максимум мая, да, был, ну, по доллару рубль. Вот, этих цифр ты не видишь, я уж не говорю, там, о 40 и 45. Опять же, тут мы должны отталкиваться от ФРС, там, просто они сказали, что мы будем делать еще больше, уже анонсируется, что они будут уже и трежерис покупать. Тут вопрос просто в поведении американского рынка акций, склонности к риску, потому что там будет фискальный обрыв, там будут выборы. Мне кажется, корпоративный, сезон корпоративной отчетности будет очень неприятным. Негативный. Негативный, да. Да, и это может все привести к ухудшению ситуации, соответственно, к давлению на рубль. Вот. Но цены на нефть на текущий момент очень высокие, и каких-то причин, оснований для распродаж рубля, рублевых активов пока не наблюдается. Ну, и еще один вопрос, ну, уже, видимо, кратенько, если можно, потому что время заканчивается. Цены на нефть высокие. Ну, причин, наверное, здесь несколько, и одна из них, я хочу ее озвучить, это, конечно, ситуация на Ближнем Востоке. Да, конечно. Она не решает, ну, в смысле, ситуация эта не разрешается сейчас, причем, наверное, по известным причинам, за близостью выборов, никто просто на это не идет. Вот после выборов, Станислав, ты как видишь эту самую ситуацию на Ближнем Востоке? Да, я допускаю, что все будет развиваться драматично. Драматично, да? Да, и вероятность это процентов 65-70. То есть больше 50, как минимум, да? Да. И, соответственно, это что сделает с ценами на нефть? Ну, они подскочат до 150 долларов. Мне кажется, запросто. О, как? Ну, если от текущих... Нет, 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 я даже не потому, что это... Я просто, да, от текущих, не от текущих, я просто к тому, что вот такой сценарий приведет, и дальше уже мы сегодня говорили, как все это оказывает, да, влияние на рубль приведет. Ну, тут будет резкое ухудшение аппетитов к риску, вот, и краткосрочный всплеск, конечно, рубль резко укрепится. Крепится, да? Крепится, да, а потом он может как раз туда в район сорока-то и улететь. Нет, ну, не к сорокам, вернуться к текущим. Как ты видишь ситуацию на Ближнем Востоке? Ну, и по отношению к нефти, просто посмотреть исторически, любая эскалация конфликтов, она приводила к каким-то скачкам, но очень краткосрочным. Ну, краткосрочные скачки прогнозировать сложно, они не имеют, как бы, по определению долгосрочных последствий, поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что, чтобы там не было на Ближнем Востоке, именно количество денег в системе будет определять стоимость активов, нефть не исключение. Спасибо. Твоя позиция понятна. Спасибо, дорогие друзья, я буду заканчивать. Станислав Савинов, Петр Кадыш, огромное спасибо вам, уважаемые слушатели, успехов на рынке, всего хорошего.